Подошли к концу отчетные конференции председатели территориального общественного самоуправления микрорайонов города. Завершила плеяду отчетов о проделанной работе за 2022 год Виктория Дементьева, председатель Совета ТОС 7 микрорайона. 21 октября этого года были объявлены результаты 4-го конкурса грантов губернатора Кубани. Мы стали победителями конкурса и реализация проекта начнется с 01.03.2023 года. В рамках проекта будет благоустроена детская площадка на пересечении улицы Заслоново и Шаумяна, где общественные тренеры будут проводить занятия для наших детей на свежем воздухе. Завершается 2022 год и мы ждем результаты конкурса президентского гранта. Все в наших руках два. В январе 2023 года будут объявлены результаты. Ждем положительного решения фонда. Команда ТОС номер 7 состоит из активных и молодых людей, которым я благодарна за их помощь в работе. Конечно, над многими вопросами надо еще работать, но главное, что у нас есть желание, стремление сделать свой микрорайон комфортным и благоустроенным. Работа Виктории Ивановны и ее команды была признана удовлетворительной. Работа председателя территориального общественного самоуправления, она не такая уж и легкая, как это может показаться со стороны. Потому что с людьми всегда тяжело работать. Но она с этим справляется. Много сделано, много еще будет сделано. И поэтому я хочу признать ее работу в удовлетворительной. Мне бы, конечно, хотелось пожелать, чтобы жители поддерживали все эти начинания, потому что это территориальное общественное самоуправление именно для решения вопросов по месту жительства. То, что можно своими силами решить. Какие-то маленькие, мелкие вопросы, но которые можно решить своими силами. Помощников у вас достаточно, даже в лице репутатов. Предлагаю признать работу ТОС микрорайона номер 7 председателя. Вопросы повестки рассмотрены. Резолюция по итогам проведения отчетной конференции принята. В завершении самая приятная часть – церемония награждения активистов. Почетной грамотой главы города за плодотворную общественную деятельность и личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления в Лобинском городском поселении были отмечены 6 человек. Наградили грамотой и ценным подарком победителя конкурса «Лучшее содержание домовладения». В этом году в номинации «Дом образцового содержания» победителем стала Елена Кудинова, проживающая по улице Бабушкина, 29. За 2022 год все ТОСы проделали большую плодотворную работу. Это видно по количеству благоустроенных территорий. 2023 год для них будет не менее насыщенным. Они продолжат активную работу на благо родного города и района, чтобы наша жизнь становилась лучше и комфортней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова